Кружево – один из трендов наступающего сезона. Сегодня оно украшает не только вечерние наряды, но и более демократичные образы. Возьмем для примера кружевную рубашку. Как вписать ее в повседневные луки с участием спортивных штанов и безразмерной футболки, знает художник-модельер Марина Рюмина. Это такое своеобразное вложение в гардероб, рациональное, которое будет неодноразовым. Если какое-то мероприятие, где вам нужно быть нарядным, там, вечеринка, я не знаю, какой-нибудь ресторан, посиделки с подружками, когда надо быть условно нарядным, да, то есть есть такие пограничные ситуации, что нелепо будешь выглядеть в каком-то вечернем платье, ну и вроде как и в джинсах не пойдешь. Вот на такие случаи идеальный вариант, потому что сюда вы надеваете, ну, какие-то, может быть, классические брюки или юбку-карандаш или какой-то нарядный низ, это становится коктейльным вариантом. Если вы надеваете просто джинсы голубые или летние брюки, льняные, белые хлопковые брюки, образ абсолютно такой вот носимый на каждый день. Более того, вниз еще можно попробовать надеть какие-то базовые футболки, но, наверное, лучше всего однотонные, потому что кружево уже задает какую-то графику. Футболку, например, белую и вот такую вот персиковую рубашку. Ну, здесь могут быть, допустим, какие-то белые брюки или джинсы, синие или голубые. То есть, если это какие-то светлые кружевные рубашки, там, розовые, голубые, ну, пастельных тонов, можно надеть вниз белую футболку, либо тоже какие-то пастельные оттенки, голубую, пудровую, и получится такой нежный образ летний. Это могут быть футболки с какой-то отделкой нейтральной, вот, допустим, такого телесного цвета. Уже немножко другой получается. Очень хорошо смотрятся, как ни странно, кружевные рубашки и, например, вот такие спортивные брюки от костюма. При этом по обуви, если посмотреть, то это могут быть и как кроссовки, и как даже какие-то классические лодочки, ну, допустим, телесного цвета. И возможен даже вариант, когда миксуют два вида кружева, то есть одно на другое. Оно может быть одной фактурой, может быть разной, но это вот такое вот тоже получается сложное. Ну, здесь уже лучше какой-то вниз лаконичный белый, например, полностью силуэт выбрать, то есть белый низ. Если это черная или графитовая рубашка, можно попробовать вниз черный топ, может быть топ с пайетками, если хочется придать вот такого градуса, торжественности какой-то. Это может быть какой-то небольшой кроп-топ, то, что вот актуально сейчас. Можно попробовать на водолазку, это тоже интересный эффект, при том могут быть длинные рукава, ну, раз застегнуть манжеты, либо это можно закатать, чтобы рукава от водолазки были видны. Тоже такой вот получается эффект многослойности, достаточно интересный. На контрасте с белым очень графично смотрится, потому что рисунок сразу вот читается. Ну, и такое классическое черно-белое сочетание. При этом, если это будут белые брюки, например, в лето тоже достаточно такой образ был бы пограничный, да, между вот повседневным и каким-то уже таким, ну, с намеком на коктейль или что-то такое. Варианты какие-то, допустим, футболки с принтами, сверху рубашку и уже совершенно такой городской, очень демократичный образ. Можно пойти, не знаю, там, погулять на выставку куда-нибудь. Вариант кружева с кружевом. Берем выполненные из этого же кружева вот такие брюки-кюлоты укороченные, вот они такие, как юбка-брюки. Добавляем к ним рубашку и у нас вот прям абсолютно такой вечерний образ складывается. Либо мы меняем брюки на бархатные, бархат уже сам по себе очень статусный и получаем вот такой вот прям роскошный образ. Вы ее либо просто застегиваете в свободном виде носите, либо вы ее можете расстегнуть, если это на футболку или на топ, закатать рукава. То есть здесь свободный силуэт, конечно, лучше смотрится. Если хочется подчеркнуть талию, там, да, что-то, фигуру, какой-то ремень возможен вариант, либо на узел завязать. Ну, то есть пропорции уже вы можете менять тело. Ну и потом силуэт оверсайз, конечно, выбирать. Сейчас вот в нынешних тенденциях более грамотно будет, потому что, в принципе, сейчас все формы такие достаточно свободные, объемные. И если они будут приталенными, ну, особенно вот в таких кружевных каких-то вещах, это будет опасность уйти немножко в такой вот неактуальный. На мой взгляд, лучше уйти от серьезности в данном случае. Чем более статусная вещь, чем более дорогая она, да, по исполнению, там, по качеству, по фактуре, тем больше в компаньоны хочется добавить ей что-то менее солидное, что-то менее серьезное. Если после рабочего дня предстоит вечеринка, театр или концерт, кружевная рубашка – это настоящее спасение. Ведь у такого образа можно регулировать градус торжественности, добавляя соответствующие украшения, обувь и аксессуары.